Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на очашах весов. С вами 14-я серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы остановились на том, как татаро-монголы в своей экспансии дошли до города Газа. Это означало, что татаро-монголы всего за два года завоевали весь Ирак, множество турецких городов, всю Сирию, Иорданию, Палестину и дошли до границ Газы. Город Газа находится на расстоянии 35 км от Синайского полуострова. Таким образом, египетские границы уже совсем близко. Было ясно, что следующим шагом, сразу после взятия Палестины, было завоевание Египта. Почему? Во-первых, татаро-монголы разделяли очевидную политику экспансией. Покончив с одной страной, они принимались за другую, а следующей страной, сразу после Палестины, является Египет. Во-вторых, египетское государство считалось единственной оставшейся силой исламского мира. И с падением Египта весь исламский мир потеряет свою последнюю надежду. В-третьих, Египет – это дверь в Африку. Если падёт Египет, то будет завоёвана вся Северная Африка, а возможно даже и центральная её часть. Все эти территории после распада государства Аль-Махадов, Аль-Муахидун, были разделены, разрознены и не имели никакой силы. К тому же удобное геостратегическое положение Египта имело особую важность для татаро-монголов. Географически эта страна в то время являлась центром мира. Все люди понимали, что татаро-монгольские силы двигаются в сторону Египта. Как вы думаете, что в это время происходило в Египте? Прежде чем рассказать об обстановке в Египте, я хочу сделать паузу и сказать следующее. Конечно, многие зрители ощущают глубокую скорбь и отчаяние, когда видят эту оккупацию исламского мира татаро-монголами. Они бы хотели не слышать все эти подробности. Я же скажу, что эти подробности были чрезвычайно важны. В этой истории ещё много нераскрытых деталей, которые вы можете найти в книгах и надёжных источниках, описывающих завоевания татаро-монголами не только исламского, но и всего остального мира. Для чего, дорогие братья и сёстры, нам нужно изучать эти завоевания, эти страдания с такой мучительной дотошностью? Во-первых, и это очень важно, для того, чтобы мы извлекли уроки и назидания из того, почему мусульмане потерпели такое сокрушительное поражение. Должны быть причины на то, почему эта великая умма, община ислама, лучшая община, появившаяся на благо человечества, дошла до такого презренного состояния. Причин этому немало. Мы говорили о грехах, пороках, отдалении от религии Аллаха, аззаваджалля, исламская умма была сильно разобщена, не было подготовки. Всё это мы ещё проанализируем по воле Аллаха в конце этого цикла. Говоря коротко, в этой истории для нас неисчерпаемые уроки и назидания. И хронометраж этих коротких эпизодов не позволяет нам подолгу разбирать каждое событие. Однако я убеждён, что уважаемый зритель сможет найти нечто общее в этих давно минувших событиях и в том, что происходит с мусульманами сейчас, в современном мире. Это очень важно. Второе, и это не менее маловажное, после этого монгольского нашествия мы, по воле Аллаха, увидим настоящее исламское возрождение и безоговорочную победу над татаро-монголами во всеми известном сражении при Айн-аль-Джалют. Как мусульмане смогли победить? Как они смогли выйти из кризиса и переломить ситуацию? Мусульмане должны основательно и кропотливо размышлять над этим. Египтом в это время, дорогие братья и сёстры, правили мамлюки. И чтобы узнать, кто такие мамлюки, нужно рассказать об истории их возникновения. На самом деле, мамлюкский султанат был одним из крупнейших государств, когда-либо правящих исламской уммой такое продолжительное время. Он просуществовал почти три столетия. Но к большому сожалению, большинство мусульман не знают практически ничего об этом периоде. Чтобы понять, как мамлюки смогли противостоять татаро-монголам, мы должны изучить историю формирования мамлюкского султаната и стоявших во главе него предводителей. По крайней мере, хотя бы тех, кто стоял у истоков возникновения этого величайшего государства. Возможно, одна из главных причин, по которой многие не знают о мамлюкском султанате – это искажение исламской истории. Инициаторами этой подтасовки являются востоковеды, их последователи из числа мусульман, обманутые ими. Они фальсифицировали историю мамлюков из-за их блестящих и важных достижений, одним из которых было отражение ими натиска двух злейших врагов, пытавшихся разрушить исламскую цивилизацию – татаро-монголов и крестоносцев. Мамлюки вели постоянную борьбу против этих двух сил. Воины проходили множество стадий, мамлюкский султанат продолжал нести знамя ислама на земле около трёх веков, пока эту эстафету не продолжил могущественный османский халифат. Этот султанат победил татаро-монголов, как мы увидим в этом цикле серий. Этот же султанат в дальнейшем взял вверх и над крестоносцами и изгнал их из всех исламских стран. Вы знаете, что Салахуддин Аляюби, а до него Нуруддин Махмуд и Имамуддин Занги совершали множество попыток вытеснить крестоносцев из земель Шама, Палестины и Турции. Однако они смогли освободить только небольшую территорию этих стран. И никто не смог освободить от крестоносцев весь Левант, Аш-Шам, кроме мамлюков. История мамлюков имеет очень важное значение. Она требует пристального и внимательного изучения. И чтобы иметь представление, нужно вернуться немного назад и взглянуть на государство аюбидов. Что из себя представляло аюбидское государство, предшествовавшее мамлюкскому? И как власть от аюбидского государства постепенно перешла к мамлюкскому султанату? Основоположником аюбидской династии был великий и известный герой ислама Салахуддин Аляюби, да помилует его Аллах. Он основал аюбидский султанат в 569 году по хиджре. То есть более чем за 100 лет до событий, о которых мы сейчас говорим. Он правил этим государством с 569 года до 589 года, года его смерти, ровно 20 лет. За эти 20 лет он одержал несколько легендарных побед над крестоносцами, самые известные из которых, конечно же, битвы при Каттине, осада Байтульмагдиса, Иерусалимы. После чего границы его государства были сильно расширены. Да так, что еще при его жизни в государство входили весь Египет, вся Сирия, большие территории Палестины и Турции, север Ирака, весь Хиджаз, а также Йемен. Это было довольно могущественное государство, являвшееся большим и главным знаменосцем мусульман в регионе. И это при существовании слабого аббасидского халифата. Салахуддин Аляюби не имел конфликтов с аббасидским халифатом. Напротив, во всех городах, подконтрольных аюбидом, за аббасидского халифа возносились мольбы в хутбах. Однако после смерти Салахуддина Аляюби, да помилует его Аллах, который оставил после себя такое крупное, необъятное государство, к большому сожалению его дети и внуки поддались соблазну мирского и стали делить это большое королевство между собой. Тем самым аюбидский султанат был поделен на маленькие царства. Египет, Шам, состоявший из нескольких княжеств, точно также Палестина, Турция была отдельным государством, Северный Ирак был автономным регионом, самостоятельное королевство Хиджаза, а также Йемен. Субханаллах, единый султанат был разодран в клочья. Естественно, следствием этого разделения стало сильное ослабление аюбидского государства. И на протяжении 60 лет после смерти Салахуддина Аля-Юби, да помилует его Аллах, мы не увидим среди правителей и эмиров аюбидов тех, кто приблизился к Салахуддину Аля-Юби в его величии, набожности, кроме нескольких, кого можно перечислить на пальцах одной руки. Быть может, один из ярких примеров тому, та провинция, которую мы упомянули в последних двух сериях, совсем небольшой город в исламском мире, город Миафиркин, Сильван, на востоке Турции, многострадальный город Мухаммада Аль-Камиля Аля-Юби, да помилует его Аллах. Однако, одними из самых выдающихся правителей аюбидов, и, наверное, даже величайшим правителем аюбидов, сразу после Салахуддина Аля-Юби, был Аль-Малик Ас-Салих Наджмуддин Аля-Юби. Он был светлым пятнышком в этом беспросветном мраке, окутавшим страну после смерти Салахуддина Аля-Юби, да помилует его Аллах. Наджмуддин Аля-Юби – величайший эмир аюбидского государства, и один из величайших исламских правителей в целом. Он правил Египтом с 637 года до 648 года по хиджре. То есть он правил Египтом в период предшествовавшей подготовки к завоеванию Багдада, а также относительного затишия татаро-монголов после завоевания Востока исламского мира и достижения ими стен Багдада, как мы об этом рассказывали в предыдущих сериях. Наджмуддин Аля-Юби был набожным, богобоязненным и образованным человеком. Он приближал к себе учёных и старался правильно и систематично подготовить сильную египетскую армию. Он был главной преградой перед крестовыми походами, которые ни на мгновение не оставляли Египет в покое. И поэтому из-за наличия такой постоянной угрозы со стороны крестоносцев, Наджмуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, не мог помочь мусульманам, попавшим в монгольскую оккупацию на огромных территориях к востоку от Ирака. Аль-Малик Ас-Салих Наджмуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, был в серьёзной конфронтации с аюбидами эмирами Шамы. А эмиры Шамы Аюбиды были совсем не такими, как он. Их целью было обогащение. Они стремились к власти, влиянию и открыто сотрудничали с крестоносцами. Забавно, дорогие братья и сёстры, то, что Сирией в это время правил Аль-Малик Ас-Салих Исмаил Аля-Юби, который был братом Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аля-Юби. Прозвищем обоих было Аль-Малик Ас-Салих, праведный правитель. Один брат Исмаил Аля-Юби – крайне вероломный человек, а другой Наджмуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, человек крайне справедливый, благочестивый, праведный и набожный. Два настолько разных, в противоположных друг другу человека, просто не могли быть в ладах друг с другом, и это должно было окончиться войной, что, собственно, и произошло. Исмаил Аля-Юби попросил у крестоносцев помощи, субханаллах, в войне против своего брата в Египте. У Исмаиля было большое темное пятно в его биографии. Ведь он подарил Байт-уль-Макди с Иерусалим крестоносцам в 626 году по хиджде, после того, как его дед, великий Салахуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, освободил его. Он взял и вот так вот просто подарил его крестоносцам взамен на их помощь в завоевании Египта. В общем, Исмаил Аля-Юби был безнравственным, несправедливым человеком. Он собрал армию для похода на Египет, чтобы отвоевать у своего брата Египет и присоединить его к своему царству, к Сирии. Наджмуддин Аля-Юби встретил его и одержал над ним победу в сражении Аля-Аббасия. Сейчас Аля-Аббасия – это местность на востоке Эс-Заказика, одного из известных египетских городов. Наджмуддин Аля-Юби одержал крупную победу над армией Шамы. Затем это повторилось и в 641 году по хиджре. В 641 году по хиджре Исмаил Аля-Юби собрал несколько войск и вступил с ними в Египет. На сей раз Наджмуддин Аля-Юби встретил его в Газии. Эти многочисленные войска состояли не только из сирийцев, они состояли как из мусульман Шама, так и из крестоносцев. Хотя армия Наджмуддина Аля-Юби была хорошо подготовлена, но по численности она намного уступала количеству солдат в сирийских войсках мусульман и крестоносцев. Что же ему делать? Воинов в его армии мало, и им предстоит встретиться с огромными силами противника за пределами его страны в Газии. Что делать? Наджмуддин Аля-Юби был вынужден найти новых воинов, то есть наемников. Где ему найти наемных воинов, которые бы сражались за него? Он нанял харизмских воинов. Если вы помните, мы рассказывали о харизме в первых сериях. Как Мухаммад Харизм Шах, правитель харизмского королевства, сбежал и вышел в Каспийское море, как он скончался на одном из островов Каспийского моря. Далее мы рассказывали о Джалалуддине, сыне Мухаммада Харизм Шаха, который сначала сбежал в Индию, а затем был убит на севере Ирака. А также о Гьясуддине, сыне Мухаммада Харизм Шаха. Все их войска сражались за выгоду, самирское, и не имели больше никаких иных целей. Все их войны разбежались и разбрелись по разным странам. Воины нанимались в армию за плату. Да, конечно, они мусульмане, однако они не имеют никаких принципов. Как мы можем видеть сегодня, многие мусульманские армии в наше время, к большому сожалению, также не имеют принципов. Они выполняют цели то одной, то другой страны за определенную плату. Итак, Наджмуддин Аль-Айюби купил много таких воинов. Естественно, купил не как рабов, а просто нанял их за определенную плату участвовать в сражении, в двух или трёх, в зависимости от того, сколько он им заплатит, они будут воевать за него в рядах его армии. При их содействии состоялось сражение «Битва при Форбии» с крестоносцами и правителями Шамы, в котором Наджмуддин Аль-Айюби одержал блестящую победу над коалицией армий крестоносцев и сирийских аюбидов. Да так, что в этом сражении в 641 году по хиджре было убито 30 тысяч воинов-крестоносцев. Вы только представьте себе эту цифру. Это было воистину легендарное сражение. Неоспоримая победа. Вслед за этим, когда теперь перед Наджмуддином Аль-Айюби распахнулись ворота, он продолжил свой путь, вошёл в Байт-Уль-Макдис, Иерусалим, и освободил его в 643 году по хиджре. Это сделала египетская армия под руководством Аль-Малико Ас-Салиха Наджмуддина Аль-Айюби при содействии харизмских воинов. Так, в 643 году по хиджре был освобождён Байт-Уль-Макдис, Иерусалим, и он оставался освобождённым в течение семи непрерывных столетий. Представьте себе. 700 лет после этого освобождения в этот город не входили ни крестоносцы, ни иудеи. Пока в него не вошла английская армия, оккупировавшая Палестину в 1917 году по Григорианскому календарю. С тех пор она и по сей день, как вы знаете, находится в оккупации. Просим Аллаха Аззаваджалля полностью освободить её от захватчиков. Итак, после того, как Наджмуддин Аль-Айюби освободил Байт-Уль-Макдис, окрылённый успехом, он приступил к Дамаску и действительно присоединил Дамаск и многие другие области Сирии к Египту и объявил об объединении Египта и Сирии в одно государство. Однако, к большому сожалению, кое-кто из аюбийских эмиров предложил харизмским воинам более высокую плату. А ведь это всего лишь наёмники, они не преследуют иных целей. И как только им предложили заработок побольше, они сменили свой лагерь и теперь воевали уже против Наджмуддина Аль-Айюби. Между ними произошло несколько столкновений. А с Наджмуддином Аль-Айюби осталась лишь та армия, которая пришла с ним из Египта и которая в большинстве своём состояла из мамлюков. А командующим этой армией был знаменитый мусульманский предводитель Рукнуддин Бейбарс. Наджмуддин Аль-Айюби всё-таки смог взять вверх над харизмейцами, восставшими против него и над эмирами Шамы, и присоединив Шам к Египту, объединить их и провозгласить единое государство. Но из этого восстания он извлёк для себя один очень важный урок. Он больше не может полагаться на наёмников, боюющих за деньги. Ему нужны те, кто будут привязаны к нему лично. Те, кто будут искренне и добросовестно соблюдать религию и участвовать в джихаде на пути Аллаха, по-настоящему на пути Аллаха, а не на словах, как это делают многие. Наджмуддин Аль-Айюби вернулся и принялся составлять новый план по усилению египетской армии, основной идеей которого было наращивание сил мамлюков в рядах армии. Кто же такие мамлюки? Мамлюк в переводе с арабского означает «раб», однако выражение мамлюки используется как специальный термин, которым описывают определённый исторический период, о котором мы сейчас говорим, а также немного ранее, немного позднее этого периода, как мы это увидим. Мамлюки были рабами, которых покупали со всех уголков исламских земель. Они закупались у рубежей исламского государства, граничащих с языческими странами. Мусульманские военачальники отправлялись в эти места, покупали этих мамлюков, набирая их в свою армию, и тем самым усиливая её и свои позиции в регионах. Это распространилось во времена Аль-Ма'муне, известного аббасидского халифа, а затем продолжилось во время правления Аль-Му'тасима, следующего халифа аббасидов, а затем при династии тулунидов, правивших Египтом, династии фатимидов, а затем и аюбидов. Мамлюки составляли основную часть исламской армии на протяжении трёхсот-четырёхсот лет до аюбидского султанаты, однако Наджмуддин Аль-Айуби сделал кое-что новое. Во-первых, он сильно увеличил количество мамлюков. Ранее мамлюки составляли лишь некоторые войска армии, теперь же армия почти полностью состояла из мамлюков. Но для того, чтобы свести к минимуму вероятность бунта мамлюков, которые воюют на его стороне, преследуя свои личные цели, а затем при определённых обстоятельствах могут восстать против него самого, Наджмуддин Аль-Айуби впервые начал набирать детей. Он приводил детей мамлюков, а не взрослых рабов. В большинстве своём это были дети язычников, они совершенно не говорили на арабском языке. Их родиной были далёкие страны. Большинство из них имели тюркские, армянские или даже европейские корни. Он привозил их в Египет и воспитывал так, как и планировал. Так он привёз их в огромном количестве и начал обучать их год за годом, чтобы потом он мог на них положиться. Обратите внимание, у Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аль-Айуби были чёткие исламские цели. Поэтому всё это и отразилось на воспитании мамлюков. Хотя слово «мамлюк», как было сказано, означает «раб», отношение к мамлюкам в Египте, особенно со стороны Наджмуддина Айуба, да помилует его Аллах, никак нельзя было назвать рабским. Это было скорее как связь учителя с учениками или даже отца со своими сыновьями. Он сидел с ними, ел среди них, относился к ним по-доброму и разделял все их трудности, чтобы они могли быть максимально лояльны к нему и решать вместе с ним проблемы Египта и даже проблемы мира, как мы это увидим. Как происходило воспитание мамлюков Аль-Маликам Ас-Салихам Наджмуддином Аль-Айуби, да помилует его Аллах. Какие выдающиеся личности вышли из мамлюков? Кто такие мамлюки-бахриты, оставившие большой след в истории? А также кем были мамлюки-муиззиты? Это и многое другое мы узнаем по воле Аллаха из следующих эпизодов. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезным и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Ас-Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ас-Саляму алейкум 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 ва баракату.